Здравствуйте! Вы смотрите новости от компании ИнстаФорекс в студии Я, Анна Касаткина. Несмотря на отсутствие официального запроса испанского правительства на предоставление финансовой помощи, Еврогруппа все-таки приняла решение оказать содействие в борьбе с банковским кризисом страны. Новость позитивно отразилась на курсе единой европейской валюты. Котировка пары евро-доллар подскочила до уровня в 1 доллар и 26,6 центов США, но вскоре снова вернулась на свою тропу нисходящего движения. По подсчетам экономистов Испании, необходимо порядка 60 миллиардов евро. Однако Еврогруппа решила предоставить сумму больше расчетной. В четверг премьер-министр Испании Марианна Рахой отказывался от подобного содействия, но теперь мнение свое изменил, заявив, что с данной финансовой помощью в стране наладится стабильность в финансовой системе, восстановится экономический рост и появятся новые рабочие места. Но так ли это? Дело в том, что выделенные средства придется в будущем вернуть. А значит, и без того немаленький уровень госдолга Испании вырастет еще выше, и стране придется придерживаться еще большей экономии. Размер процента по кредиту конкретно не определен и будет зависеть от ситуации и конъюнктуры рынка. На ближайшее время процент установлен в диапазоне от 3 до 4%. Более того, предоставленные средства пойдут исключительно в банковский сектор, а не на поднятие экономики. Поэтому неясно, как именно финпомощь поспособствует росту ВВП и улучшению на рынке труда. Следите за последними новостями в мире финансов вместе с компанией ИнстаФорекс. До свидания!